Моё вам почтение, дамы и господа, меня зовут Николай, и добро пожаловать в группу Procycle Manager 2021 года в нашу карьеру за господу Русвела, и сегодня нас ждёт просто космическая серия, в которой будет 4 невероятных классики, ещё и Тур-Романдии зацепим, ну а первая из классик, собственно, это Тур-Фландрии. Три восхождения на Удекуармонт. Это... это всё, что нужно знать про эту гонку. Если вы не знаете, что такое Удекуармонт, то это крутейший подъём, да ещё и с брусчаткой. Так что сегодня нашей группе гонщиков, которая отвечает за брусчатой классики, придётся тяжеловато, и наши самые большие надежды мы возлагаем на Боба Юнгельса, как бы зря мы что-ли его подписывали. И, ну разумеется, всю гонку мы смотреть не будем, давайте переместимся сразу поближе к финишу, где уже будут основные разборки, и как вы видите, Боб Юнгельс к заключительному восхождению на Удекуармонт идёт в лидирующей группе вместе с Грэгом Ванаверматом и Ивом Лампортом. Ребят, заранее извиняюсь, перед тем, как начнутся вот эти вот микрофрезы, игра сильно лагает на этой гонке, я ничего с этим не могу сделать, это минимальные, скажем так, меняемые настройки графики, поэтому будут фрезы, простите меня, пожалуйста, я сам буду на это ругаться. Но, собственно, это сейчас не так важно, Юнгельс лидирует на заключительном восхождении на Удекуармонт, игра подлагивает, извиняюсь, собственно, ей просто надо очень много групп гонщиков подгружать, очень много территории, брусчаток секторов. Извините меня, пожалуйста, я сам понимаю, что я оправдываю дьявола, оправдывая эту прекрасную игру, в кавычках, разумеется, прекрасную, но что уж поделать. Мы прошли Удекуармонт, не позволили сзади идущим гонщикам к нам приблизиться, ну и, собственно, той же группкой мы сейчас будем приближаться к Патербергу. Это заключительный подъем, заключительная секция брусчатки, и сейчас наша задача будет попробовать как-то убежать от Ива Лампорта и Грега Ванаверматта, они очень сильные соперники именно на финише, и довозить их нам, конечно же, не с руки. Итак, собственно, сейчас мы настраиваем темп, среди этих лагов, конечно, сложно разобраться, но выходим мы в числе лидеров на Патерберг, и в итоге есть небольшой просветик сейчас в нашей группке, атакует Боб Юнгельс. Пытается усилеть на колесе Ив Лампорт, но вот сейчас ему тяжеловато, есть просвет у Юнгельса после прохождения Патерберга, и сейчас 15 секунд у нас есть игра, пожалуйста, не подлагивай. Не с руки нам, конечно, вот эти сейчас фризы твои, ну, блин, пожалуйста, пройдите фризы, добирает нас сейчас Грег Ванаверматт, он опаснейший соперник, и не хотелось бы нам, конечно, его сейчас возить, наверное, Но есть полминуты преимущества относительно Ива Лампорта, с ним мы уже разобрались, сейчас надо попробовать как-то с Ванаверматтом что-то сделать, но Ванаверматта тоже тяжеловато, мы видели сейчас это на анимации. И сейчас, когда Юнгельс будет выходить на смену, надо будет тоже оценивать состояние ГВА, и да, вот сейчас видно, что тяжеловато Грегу, тяжеловато олимпийскому чемпиону 2016 года. В групповой гонке остается меньше 8 километров, но Юнгельсу тоже уже, знаете, не совсем легко, он сейчас тоже не в том состоянии, как будто только что по лужку пробежался, он прошел 200 с лишним километров тяжелейшей гонки, трижды вошел на Удакуармонт и прошел еще десяток брусчатых секций. Но все равно, выходит, кстати говоря, Ванаверматт на смены, понимая, что позади опасный Ив Лампорт, у Юнгельса силы все еще есть, явно, что их побольше будет, нежели у ГВА, но все равно, мы будем максимально заставлять нашего оппонента выходить на смены, чтобы потом сделать вот так вот, попытаться добыть просвет, и тяжело Ванаверманту, отваливается он, Юнгельс, за два с небольшим километра, 15 секунд дает просвету. Грега Ванаверманта уже 20 секунд в нашу пользу, 25, полтора километра остается до финиша, уже даже меньше километр, и вот уже она видна финишная черта, и полминуты до Грега Ванаверманта, и мы выигрываем Турфландри, наш второй монумент в этом сезоне, Юнгельс добился того, для чего мы его подписывали. Турфландри просто кладем себе в кармашек, Грег Ванаверманта сегодня только второй, спасибо за красивую борьбу, интересно, кстати говоря, кто у нас будет третьим, а третьим тут уже борьба, кстати говоря, и третьим все-таки будет Ив Лампорт, в упорной борьбе он обошел Оливера Нассена, Антони Туржис пятый, и дальше Сэп в Анмарке, ну а мы устремляемся на Северный Ад. Как говорится, название этой классики говорит само за себя, и сегодня Бобу Юнгельсу придется пройти несколько кругов ада в лице десятков брусчатых секций. Помогать ему в этом будут Станислав Анилковский, Вячеслав Кузнецов, Павел Кочетков, Анзал Житлов. Но все равно, это будет настоящий ад для Боба и для всех его, как это сказать, сотоварищей по этому несчастью. Что же, вы видите профиль этой гонки, вы видите сколько здесь серых частей, все это серое, это брусчатка, и все это нам предстоит пройти, Боб, вся надежда на тебя в этой гонке, И в итоге, за 10 километров до финиша Мэтью Вандерпул, Антони Торжис и Боб Юнгельс остаются на таком небольшом просторе относительно всех остальных. Есть преимущества Боба, вполне себе еще неплохо в плане выносливости. Тяжеловато сейчас Торжису, тяжеловато и Мэтью Вандерпулу, да и Юнгельсу, не будем лукавить, тоже довольно-таки тяжело. Мы сейчас попытаемся отсидеться, попытаемся восстановиться, дабы не доводить дело до спринта с Мэтью Вандерпулом, потому что вот ему мы уже точно проиграем. Торжиса я не боюсь, но вот Вандерпул визуально выглядит довольно-таки свежо, Юнгельсу тоже нелегко. Это было видно по некоторым анимациям, но и у Вандерпула не так много сил, поэтому давайте сейчас смотреть. Въезжаем на велодром, все будет решаться здесь. Итак, поменялась у нас сразу камера на трековую, ну плюс-минус трековую. Сейчас все будет очень интересно. Выходит вперед Боб Юнгельс в попытке укатать своих оппонентов за 3 километра до финиша, но не отваливается ни Торжис, ни Мэтью Вандерпул. Не так много остается до финиша, 2 километра. Вандерпул визуально, конечно, подуставший, но он открывает спринт за километр 400, Юнгельс также начинает спринтерское ускорение, но просто как же выдал просто Мэтью Вандерпул. И не удержать его было на этом паре Рубе, он побеждает, Боб Юнгельс 2, Антони Торжис заезжает 4-м, 3-м в итоге становится и Флампер, Торжис совсем сдулся. Что же, первыми были, были и вторыми, посмотрим, что будет на Лимбург Голдрейс. И в очередной раз главным действующим лицом будет Боб Юнгельс. И сегодня его развозящими будут его Оливейра, Андрей Панамарь, Ильнур Закарин, Нажмудин Картузов, Иракли Пывин, ну и, собственно, где-то там на подхвате будет Кристиан Скорони. Профиль вы видите, он отличается от прошлогоднего. Единственное, что будет одним и тем же, это финиш. Но сейчас нам предстоит пройти несколько кругов тяжелейшего профиля. И в итоге это все было для того, чтобы группа из 18 человек вышла на заключительный подъем до Валькенбурга. Собственно говоря, здесь остаются лучшие панчеры этого мира. И сейчас Боб Юнгельс будет стараться уцепиться за колесо Бенуака Снефруа, который атакует. В этом году у нас здесь не Николай Черкасов. В этом году здесь у нас человек, который реально способен за что-то побороться. Пошел вперед Аллафилипп, который сейчас будет пытаться переложиться к Тиму Велленсу. Накрыли атаку Велленса. Юнгельс атакует. Сейчас мы идем параллельно с... Не знаю кто это, если честно, не различаю эту форму. Это матый Махорич из Аблок. Собственно говоря, Махорич. Надо сейчас попробовать к нему на колесо усесться. У нас это вполне получалось. И бросил атаковать в итоге матый. И мы сейчас идем параллельными курсами с Бенуака Снефруа. Далековато еще до финиша. Атакует Мэтью Вандерпул. Сейчас попробуем сесть к нему на колесо. Не получается. Отъезжает от нас Мэтью. Ну и собственно у нас был небольшой просветик. Климан Шампузан сейчас будет пытаться накрывать атаку Мэтью Вандерпула. Но тут же бросил. Махорич выходит вперед. Садимся к нему на колесо. Но он не особо резво-то догоняет. Ну кто-нибудь может попробует, а? В прошлый раз Квятака так же отпустили. В итоге Юнгельс выходит вперед за километр с небольшим до финиша. Вандерпула уже точно не догнать. Он в очередной раз увезет победу прямо у нас из-под носа. Такой Талафелип за километр 300 до финиша. Садимся к нему на колесо. Вернее пытаемся это сделать. Тут же Хирши. Все уже спринтуют. И у ребят у этих спринта помощнее будет, нежели у нас. Но мы потратились на то, чтобы попробовать догнать Мэтью Вандерпула. И из-за этого в десятку-то мы должны войти, да? В итоге, да, девятым становится Боб Юнгельс. Чуть-чуть улучшили. Или даже, по-моему, так же прошли относительно прошлого года. Попробуем отыграться на флеш-волонь. И снова Боб Юнгельс, наш капитан. Что ты будешь делать? Он, собственно, капитан на классике. На все. Как бы тут ничего такого необычного нет. Юнгельс сегодня плюс один. На флеш-волонь, конечно, нужно будет проявлять свои панчерские качества. И здесь крутота последнего подъема. А именно это Мюрдюи может нейтрализовать недостатки Юнгельса в спринте. Там все будут уже на своих только холмистых статах выдавать последние. Последние свои силы. И, собственно, за 15 километров до финиша мы включаемся. Хуакин Караль сейчас выполняет титаническую работу на Боба Юнгельса. Уже под 20 километров он его вывозит. Потому что все остальные наши развозящие сегодня немножечко... Немножечко были затрачены на то, чтобы гоняться за отрывами. За атаками многих из тех, кто сейчас идет в этой группе из 36 человек. Мы их всех вернули, соответственно, и Юнгельс сейчас на спуск перед последним восхождением на Котде Шараве. Выходит вперед. Караль сейчас будет его защищать на подъезде к Шараве. Ну и, собственно, Хуакин выполняет свою работу. А далее уже будет Боб Юнгельс стараться как-то пытаться побеждать. На финише, конечно, да, Боб уступит Макси Шахману и прочим. Именно в финише. Но побороться именно на том, как грамотно мы можем распределиться. Это мы, конечно, попробуем сейчас сделать. И выходит Юнгельс. Атакует на Котде Шараве. Поддерживает нашу атаку кто-то из Юмба Висмы. Не получается пока что отъехать. Эх, не складываются у нас на данный момент орденские классики. Но все-таки ловит просвет. Основная группа Боб Юнгельс. На плюс-минус 10 секунд берет основную группу. Но отъехать особо не получается. Ну нет, больше 10 секунд даже ни разу не было. Юнгельс бросает работу. Выходит к нам наш основной конкурент. Атакует Марк Хирше. Слишком заранее, как по мне, он атакует. До Мюрдеуи остается еще километр. Не знаю, на что он рассчитывал. Может, просто хотел раздергать группу. Итак, здесь Ла Филипп, Паретпинтрея, Косныфруа. Тут же Марк Хирше. И Зепси здесь, скорее всего, представлен Серхио Игита. Километр 400 остается до финиша. Мюрдеуи – это подъем, который не терпит. Не терпит ошибок. Здесь мы видим большое представительство Юмба Висмы. Тут же кто-то из Хон Вольтбанка. Ну и в итоге выходим мы на этот подъем. В 95-м темпе его проходит Юнгельс, особо не форсируя события. Выходит в лидирующую группу. Видим мы, как спринтует Примаш Роглич, как я понимаю. Собственно, собственный спринт открывает Боб Юнгельс. Не хватает немножечко нам ускорения, дабы обойти Игиту. И, как я понимаю, Примаш Роглич, который выигрывает Флэш Волонь. Игита второй, Юнгельс третий. Дальше Макси Шахман и Жужу Алла Филипп. Фух. Закончили мы классики. Увидели две классики брусчатых, две орденских. И отправляемся на, надеюсь, чуть более спокойный тур Романдии. Здесь первый этап это проложек, меньше чем на 4 километра. Вячеслав Кузнецов у нас сегодня в прекрасных гоночных кондициях. Может попробовать за что-то побороться. Фух. Ну все, я даже немножечко устал от такого комментирования. И слава Кузнецов. Как вы понимаете, сейчас... Ну, особо в генералке ни на что не претендует. На такой вот этапчик, когда у него плюс 5. Когда проложек. Это он у него 83. Можно попробовать что-то зацепить. И, как говорится, слава. Сейчас нужно попробовать опередить... Ну, хотя бы Роби Ларкина, который 3 секунды уступил. Тибо Пино вклиниться там плюс-минус. И в итоге, вы посмотрите, Кузнецов возглавлял. Возглавлял до какого-то времени итоговый протокол. Пока Тоби Фосс из Юмба Висма не показал, кто на самом деле батя прологов. Хоакин Караль попробует это звание у него отобрать. Но не особо он сегодня себя хорошо чувствует. И, ну, посмотрим, может быть, что-то у него в итоге получится. Собственно, Романзия для нас это такая гонка, которая, собственно, станет предвосхищением Джиро до Италии. Здесь мы будем отрабатывать наши тактики. Здесь мы будем пробовать что-то показывать за Хоакина Караля и Торчизио на Нине. Но, как говорится, ирония судьбы. На саму Джиро они не поедут. Из этого состава на Джиро поедут только Пывин и Ларкин. И, собственно, посмотрим, что из этого у нас получится. Кораль в итоге 6-й, 9 секунд уступив Тоби Асо. Фосу. Ну, а Вячеслав Кузнецов сенсационно 2-й. В одни ноги с Павлом Сиваковым. Ну, Тоби Фос, конечно, это просто имба. Но, Слава Кузнецов, вы сами видите его статы. Конечно, да, плюс 5 был, не спорю, там, бусты нереальные. Но посмотрим. Вот на этом этапе кто же в итоге гений, а кто нет. Вячеслав Кузнецов сейчас на пике формы. Я думаю, что перетерпеть вот эти вот 3 небольших восхождения. Ну, как небольших. Больших это сильно, но таких. Для нас это просто пыль. Вот эти вот 3 восхождения. Слава переживет, несмотря на черные градиенты. И в итоге на финише заберет, там, не знаю, победу или подиум на какое-нибудь место. И заберет себе майку лидера генеральной классификации. И, собственно, мы на последнем подъеме. Уже остается нам меньше 3 километров. Но какой же жесткий, конечно, этот подъем. Я просто не могу. С него Робби Ларкин накрывает атаку ребят из Пепси. Извините, я их все-таки буду назвать Пепси, а не Эпси, как у них называется команда. Потому что, ну, у меня просто мозг взрывается. Каждый раз вспоминаю, что они Эпси. А не Пепси. Пускай они все-таки будут Пепси. Атакует у нас Винсиневант из Декёнику Икстеп. Ну, его атака такая. Больше для виду, как мне кажется. А вот Павел Сиваков, это опасно. Тут же Вальтер Атила. И вот он тоже довольно-таки опасный панчер. Но что-то все в большей части так обозначают только атаки. Они реально их делают. Кузнецов уже тяжеловато. Славе на этом подъеме. Но мы работаем на максимум, чтобы на нине еще и очочки забрал на этом подъеме. Это тоже важно. И в итоге Кузнецов выживает. С огромным трудом, но выживает на этом подъеме. И в итоге у нас сейчас становится лучшим восходителем. Собственно, на нине удержался и Кораль. Ну, тут как бы еще бы он не удержался. Зараза. Одна из наших главных надежд на генеральную классификацию. И Вячеслав Кузнецов сейчас со спуска мы восстановимся. Спокойно причем восстановимся. И дальше на равнинке сработаем идеально на развоз для Вячеслава Кузнецова. 25 человек остается в группе. В том числе трое наших. И для нас это должен быть, ну не скажу, что легкий этап. Но имея такое представительство, раскатать мы, конечно, наших оппонентов плюс-минус должны. Атакуют уже на равнине почему-то наши оппоненты. И, как я понимаю, это Павел Сиваков из Веноза зачем-то атакует на равнине. Паш, ты что, упал, что ли, родной? Ну зачем? Тут же кто-то из Эпси пытается что-то сделать. Ребят, ну зачем? Мы вас все равно не отпустим. Мы слишком мощно работаем. У меня Саймон Карр. Британский восходитель. Ничего у него в итоге не получилось. На нине всех накрыл. Дальше Кораль готовится быть спринтерским развозящим. В итоге Торчизио. Так, сейчас развозит номер один из Юмбовисмы. Кто ты такой, родной? Неужто Рогрич с нами так мощно пытается соперничать? Кораль открывает спринт. Дальше готовится Вячеслав Кузнецов. Так, подлагивает у меня сейчас люто. Чтобы вы понимали, не знаю, отразится ли это на видео. Но Кузнецов сейчас спринтует с представителем Юмбовисмы. Как я понимаю, это Ваут Ванарт. И в итоге Кузнецов забирает этап прямо-таки из-под носа у Ваута Ванарта. Дальше Винсиневант, Диего Роса и Тибо Пино. И лаги, кстати говоря, прошли. В итоге Кузнецов, Ванарт и Винсиневант, как я уже вам сказал. Кузнецов возглавляет генеральную классификацию на 5 секунд, обоходя Тобио Сафоса и на 10 Павла Сивакова. Еще и лучше спринтера у нас Слава на данный момент. Надо попытаться, чтобы у него это звание осталось. Но дальше, собственно, третий этап. Уже довольно-таки тяжелый. Как вы видите, с множественными восхождениями. И только с тремя. На горы второй категории. Не знаю, выживет ли здесь Вячеслав Кузнецов. Но попробуем. Сегодня у него, конечно, всего лишь плюс 3. Это не плюс 5, которые у него были на прошлом этапе. Но посмотрим. Может, что-нибудь из этого и выйдет. Собственно, опять. Мое любимое построение поезда. Еще до того, как стартовала гонка. Мешает некоторым нашим ребятам нормально стартовать. Ну, как бы, это ладно. Это бывает. И, собственно, как вы видите, Вячеслав Кузнецов, к сожалению, на этом этапе у нас не выжил. В основной группе, так скажем. И спринтовать, соответственно, будут Торчизио на Нине и Хуакин Кораль. Посмотрим, что из этого получится. Но Ванарт здесь. Ванарт, конечно, это одна из самых больших для нас угроз. Один из самых больших моих страхов. Страхов, кстати, Дима. Интересно, как справляется в этой карьерке. Но, собственно, неважно. 2-3 километра остается. Рановато что-то мы пошли. В итоге на Нине придется сначала не спринтовать, а раздавать в 99-м темпе. Но открываем мы спринт. На Нине у него на колесе Кораль. Кораль выходит. Тибо Пино спринтует против него. А где Ванарт-то? А где Ваут? Где он? Хуакин Кораль выигрывает 3-й этап Туры Романдии. Тащи Тибо Пино и Ваут Ванарт. Скажете нереалистично, скажете, я на легком играю. Как Пино переспринтовал Ванарта? Я без понятия. Но я сделал то же самое, но за Кораля. И, собственно, 4-й этап. И, ну, он уже более спринтерский. Здесь, собственно, Вячеслав Кузнецов, я надеюсь, должен себя показывать как-то плюс-минус. Более-менее. И сегодня у него плюс 5. На прошлом этапе у тебя плюс 5 было, Вячеслав. Но, как говорится, чем скрипт не шутит. Итак. 8 километров остается до финиша. Ирак Липывин, Робби Ларкин, Вячеслав Кузнецов, Хуакин Кораль и Торчизио на Нине. У нас в поезде на данный момент работают наши ребята. И сейчас под спуск у нас, судя по всему, будет финиш. Ну, судя по профилю этапа. Конечно, как там сложится все, бог его знает. Пилотон идет единой такой цельной группой. Робби Ларкин у нас сегодня будет развозящим под Вячеслава Кузнецова. Потому что обнаружилась у нас такая тема, что, оказывается, у Ларкина очень-очень хорошее АЦЦ, очень хорошее ускорение. И, собственно, за счет этого он может быть неплохим развозящим на несколько метров, пока не наберет пиковую скорость. Открывает спринт Кузнецов. Но немножечко мы, конечно, провафлили. Здесь еще и поворот. Это прям неприятная тема. Прям не под нас оказался спринт. Ну, скажем так, из-за особенностей местности мы проиграли этот спринт. Давида Балерини в итоге выиграл. Дальше Фабио Яковсен. Туш Вандерсандо. Тим Мерлие. В итоге в генералке на данный момент лидирует у нас Хоакин Кораль. Лучший спринтер Вячеслав Кузнецов. Дальше Ваут Ван Арт, Тибо Пиной и Хоакин Кораль, соответственно. И что же, пятый этап. С восхождением на какую-то вершину Тион 2000. У нас уже был, по-моему, Вальтер 2000 на Вольте Каталуни. Здесь у нас Тион 2000. И, собственно, сегодня у нас Хоакин Кораль ловит 0, а Торчизио на Нине ловит плюс 5. Кто у нас будет капитаном, делайте выводы сами. И я думаю, вы сделаете выводы правильные. Соответственно. Кочетков, Черкасов, Пывин, Ларкин. Дальше на Нине. Кораля, конечно, посадил последним колесом. На всякий случай, вдруг атаковать никто не будет. И он удержится. Но, разумеется, такого не случилось. Он сейчас в группе отвала А3. Ну, а на Нине сейчас сражается с представителем Иноса. И это Павел Сиваков. Сиваков находится в генеральной классификации гораздо выше, чем Торчизио. И на Нине бы, конечно, желательно иметь вот такое вот просветное насильное паше. Но именно на Нине сейчас находится в роли догоняющего. Сил не так много. А восходить нам еще остается 6,5 километров. Сиваков каким-то железным просто выглядит. Он уже несколько километров держит нас на таком просвете. И никак не получается у нас с ним воссоединиться. Итак, здесь мы, как вы видите, догоняем отвалы. Здесь у нас Вячеслав Кузнецов. Жалко, что Слава не может здесь на нас никак сработать, никак помочь. Не может. Вот это не доработка разработчиков. Если бы мы его догоняем на круг. Ребят, почему мы не можем там, чтобы наш гонщик немножечко поработал на своего товарища по команде. Итак, добрали мы Павла Сивакова. Не хочет он с нами работать, но и неудивительно. От ближайшего конкурента у нас минута 48. И как бы зачем ему с нами работать? Он лучше посидит, повосстанавливается. Ну, мы, собственно, ту же самую тактику сейчас будем применять. Паш, ничего личного, просто бизнес. И, собственно, на Нине сейчас пытается хоть как-то восстановиться. Сиваков не работает. Мы не работаем тоже. И нас там потихонечку догоняют. Дай бог, Кораль попробует что-то сделать. Как-то переложиться обратно и на топ-3 в генералке вывести. Но сейчас на Нине... Да просто сидит, как говорится. 3,5 километра остается до финиша. Начинаем мы выходить чуть-чуть вперед. Попробуем подергать Пашу. Попробуем. Пускай не просто сидит. Давайте сделаем как-нибудь так, чтобы вот он... Чтобы он тоже проблемки испытывал. Не только, чтобы нам было тяжело. Но Сиваков тут же выходит в мощном темпе, нас опережая резко. И пытается нас сбросить с колеса. Но, как говорится, на Нине тоже не пальцем деланный. Мы увеличиваем темп. Идем от себя. Пашка идет мощно. Но Торчизио пытается сейчас что-то сделать. 2 километра остается до финиша. Сил не так много. Атаковать особо не приходится. Сиваков еще увеличивает темп. Да сколько уж у тебя сил-то, Паша! Но в итоге не получается у нас с ним поравняться даже в 85-м темпе. Вот сейчас, конечно, мы вышли чуть-чуть вперед. И Паша сейчас будет рассчитывать на свой итоговый спринт. На Нине много сил, довольно-таки. 500 метров остается до финиша. Открывает спринт Торчизио на Нине. Но не хватит нам чуть-чуть сил. Слишком рано начали. И Павел Сиваков в итоге переспринтовал Торчизио на Нине. Хотя силы у него вот тоже сейчас прямо-таки на линии кончились. Из-за нашей ошибки мы заезжаем только вторыми. Но даже если бы мы выиграли этап в генералке, все равно Павел Сиваков нас бы разделал под орешек. Потому что он выигрывал 40 секунд с лишним у Торчизио на Нине. А Хакин Кораль, который у нас был лидием генералки до этого, заедет только четвертым. Уступив еще и Энрику Масу из Team Direct NRG. Ну, собственно, вот так вот у нас заканчивается тур Романдии. По факту заканчивается в генеральной классификации. Потому что, ну, 51 секунду мы у Паши точно не отыграем. Тяжелый этап получился. Энрик Мас в итоге 3.29. Уступает Хакин Кораль 3.47. Конечно, будет еще разделка. Но посмотрим, что у нас там в итоге получится. Я особо в чудеса, конечно, в такие вот не верю. Разделка, шестой этап. 14.6. И здесь отыграть столько у Павла Сивакова, конечно, не представляется возможным. Если бы там был какой-нибудь вообще антиразделщик по типу Гиома Мартана, еще бы на что-то рассчитывать, наверное, можно было. Но вот в такой ситуации уже вряд ли. Ну и что же. За этап, разумеется, тоже нужно побороться. И Ираклий Пывин, прокачавшийся и чувствующий себя просто шикарно на этом этапе, может попробовать зацепить этот этап. Там еще и Николай Черкасов. Но на Черкасова особую ставку мы делать не будем. Посмотрим, как себя будет чувствовать Робби Ларкин. У Ларкина сегодня минус. Поэтому, как говорится, ладно, бог с ним. Пускай я и в стабильном темпе. На него мы отвлекаться особо не будем. Ираклий Пывин, ты наша карта козырная. Поэтому давай смотреть, что у нас с тобой сегодня получится. Все будем отрабатывать неровности местности, как вы понимаете. И на них стараться добывать себе какое-никакое, но итоговое преимущество по ходу этой дистанции. Итак, Пывин. На первой отсечке 13-14 секунд он уступает. Но это ничего, это ничего, это отыгрываемо. Сейчас мы будем все вот такие вот бугорки на моментальном ускорении за счет спусков отрабатывать. Как иностранцы это называют, keep the momentum. То есть сохранить свою моментальную скорость. Робби Ларкин в итоге. Добавляем ему немножко демпа, потому что стартовал он в 85-м. Сейчас пускай в 86-м идет на всех этих неровностях местности. Тем временем Пывин уже к последнему своему холму приближается. В 87-м темпе его также отрабатывает. И сейчас будет уже выкатываться к финишу. Хорошо, он проходит спуски. Кстати говоря, у него 70 этот показатель. 70 плюс 3 даже сегодня. Благодаря морали выкатываемся мы к финишу. Здесь еще один такой небольшой холмик. Небольшое изменение рельефа. Его также отрабатывает уверенный Ираклий Пывин. Километр до финиша. Сейчас будем еще и на финише вырабатываться мощно. Давай, Ираклий. И в итоге на финише мы вторые 8 секунд уступив Нельсону Оливейре. Ну что же, стартуют мои генеральщики. Хоакин Кораль, первый из них. Тем временем на финише у нас Ваут Ванарт. Лидирует опередив ненамного совсем Нельсона Оливейру. Так, тут посмотрели. Хоакин Кораль немножечко... Я его так... Короче, косяк у меня был. На паузу я ставил, чтобы думал на Нине уже стартует, но оказывается еще нет. Сори, надеюсь на монтаже вырежу. Кораль. В итоге. Сейчас в 85 темпе идет и Торчизио на Нине. У обоих по плюс 2. Ну что же, Кораль борется за место в топ-3. И сейчас наша задача опередить Энрика Масса в борьбе в этой разделке. Ну и собственно, Хоакин идет сейчас довольно-таки мощно. Смотрим на первый раздел, на первой отсечке. Что он покажет? Заговариваюсь я с Ори. Это уже третья серия за сегодняшний день. Я целый день играю. Поэтому уже начинаю потихонечку уставать на Нине. Тоже кип за моментом, что называется. Сохраняй свою моментальную скорость. К первой отсечке подходит. Немножечко, чуть больше он ускоряется. Кораль. Сейчас тоже получает свой моментальный такой пиндюль. И 16 секунд уступает на Нине на первой отсечке. Неплохо. Неплохо, Торчизио. Неплохо идем. Тем временем Кораль. Должен чуть-чуть подзбавить. Тяжело управлять сразу двумя гонщиками. Я надеюсь, вы это понимаете. Кораль снова. Немножечко мы проморгали его. Чуть-чуть ускоряйся. Дальше на Нине. 87 темп свой получай. Вот здесь довольно-таки ровно они прошли. Без каких бы то ни было оплошностей. На Нине сбавляй. Кораль сейчас будет приближаться к своему финишному холму. Сейчас мы должны будем четко за ними следить. Переключаться между ними практически моментально. Итак, Кораль пошел на финиш. Дальше надо не проморгать на Нине. Все, на Нине сбавляй. Кораль уже километр до финиша ему остается. Финишное ускорение от Хоакина. Так, давайте смотреть, где он в итоге у нас закончит. И Кораль девятый. 11 секунд он уступает. На Нине приближается к финишу. Но нужно сейчас смотреть, где будет Энрик Масс. Не вижу я Масса в двадцатке. Это хороший знак. Что мы можем с ним побороться. И на Нине приближается к финишу. И Торчизио в итоге финиширует шестым. 8 секунд отставания относительно Тобиаса Фоса. Который походу вторую разделку на этом гран-при Романдии заберет. И сейчас Павел Сивакок где финиширует вопрос. Не вижу я его в двадцатке. Но ему нужно было слишком много проиграть. Чтобы в итоге мы возглавили генеральную классификацию. И этого не происходит. 24 секунды в итоге на Нине уступает Павлу Сивакову. Хоакин Кораль 2 секунды в итоге выиграл у Энрика Масса. И стал третьим на этой гонке. Ну собственно вы видите статы Павла. Хороший кстати говоря трансфер был бы возможно в перспективе. Мы задумываемся над этим. Смотрим классификации. Ну мои как обычно лучшие молодые. Мы как обычно лучшая команда. И собственно вот и они трансферы. Первая мая наступает. Начинается период таких предпереговоров. Друзья и те кто ждет гайд по трансферам. Ребят ждите. Я все помню. И мы с вами собственно начинаем наши поиски тех кого мы хотим. Собственно вы видите то как гонщики к нам хотят или не хотят. Питкок почему-то на 100% хочет на нашу команду. Вы видите сколько они стоят. И сейчас мы начинаем предварительный переговор. У нас есть 30 очков. Хотелось бы конечно вот этого вот молодого человека к себе в команду заманить. Но во-первых он очень дорогой по очкам переговоров. Во-вторых ну вряд ли конечно он же согласится на зарплату в 48 тысяч. А больше мы собственно предложить и не можем к сожалению. Поэтому Власов увы и ах отпадает. Но у нас есть еще несколько вариантов. Один из них это Киган Свирбул. Неплохой гонщик. 80 горы, 74 разделка, 77 рекавери. Резистанс конечно маловат. Но при этом неплохой даунхилл. Я задумаюсь о нем. Но пока что мы с ним переговоры вести не будем. Потому что стоит он 12 очков. Это дороговато. Ну а у нас с вами сейчас основной целью будет являться один интересный парень. Это Серхио Игита. Из команды Эпси. Как вы видите молодой 25 лет. 79 маунтинс, 81 хилл, 77 акселерейшн. Еще и разделка есть. Ну и также второй нашей целью будет Павел Сиваков. Как я уже сказал на Романде. Потому что 81 горы, 77 хилл. Еще и неплохая разделка. Плюс второстепенки более-менее неплохие. И еще есть потенциал к росту. Поэтому вот этих вот двоих. Павла и Серхио. Мы с вами скажем так возьмем на карандашик. Так почему-то добавился Свирбул. Почему? Потому что я дурачок. И не поставил собственно вот так вот. Отметочку на то что нам нужен именно Серхио Игита. Дальше отмечаем Павла Сивакова. Также начинаем с ним предварительные переговоры. Не особо они конечно к нам хотят. Но мы это все улучшим до трансферного периода. Далее нам с вами нужен неплохой спринтер. Потому что у нас всего лишь один. И я вот нашел такого себе на трансферном рынке. Эдорта Лафуэрца из Мувистара. Реген. 21 год, 77-77 у него спринт. Вполне себе неплох. Ну и еще одного мы хотим подписать. Нашего родного Ивана Картинкина. Вы не знаете кто это? Ну ребят вы что? Иван Гарсия Картина. Ваня Картинкин. Тоже из Мувистара. 76 общий рейтинг. Хороший спринтер. Хороший классик. И он нам возможно будет полезен. Но это пока что только предварительные переговоры. Как в итоге все сложится я не знаю. А узнаем уже в следующих сериях. Пока что подтверждаем наши переговоры. А я вам говорю спасибо за просмотр. Увидимся в следующей серии. Это будет Джереда Италия. Готовьтесь. Там будет разнос. Ну а пока. Пока-пока.